наш действующий президент сильная личность я уверяю вас изменение военной доктрины владимир путин принял после того когда американцы сказали что мы дадим украине ракеты кто будет бить вглубь россии было же такое заявление сделано англосаксами об этом говорили американцы британцы ну вот путин созвал военное руководство нашей страны обсудили этот вопрос и приняли решение естественно тут путин я не уж не знаю как это происходит но путин видимо продавил этот вопрос и мы изменили военную доктрину и это юридически сделал не движение но и никакой там непонятный депутат а сделал действующий президент нашей страны а военные видимо это одобрили вот и все а путин это подписал как-то так делается и присваивать заслуги что сделал путин это преступление я считаю что федорова за такое надо уже гонать из госдумы он начинает своих этих людей натаскивать что это заслуга но да вот и вам показал скриншот ссылка на в описании этого видеоролика будет на этот ролик на эту трансляцию где проводилась будет приложено почитайте посмотрите послушайте и вы убедитесь что нот и федоров присваивают заслуги пусть на себе я вас уверяю когда мы победим в этом противостоянии с англосаксами федор будет в грудь себе бить что это победил не путин его команда и русский народ а это победили мы а давайте вернемся назад когда у нас было противостояние с немецким рейхом 41 по 45 года что сталин сказал кто победил войну он сказал что победил не я а наш советский народ а многие нотовцы любят кричать что нот должен прийти к власти и нот всех победит я не понял а кто это такой нот а не не надо присваивать себе заслуги тех времен и сегодняшних побеждает всегда народ а не какое-то непонятное движение вот так вот поэтому есть у многих в стране проживает люди которые не любят ни федоров не это движение непонятное я советую федорову сперва повстречаться с нашими действующими лицами власти они с госдеповцами встречаться это раз не прессовать патриотов 2 не навешивать ярлыки 3 убрать черные списки 4 и вести себя как нормальные люди вот и все они заниматься провокационными вещами я считаю что вообще на федорову пора возводить уголовное дело уголовное дело на заводить на него уже одно делец и звезды завел захар прилепит когда подавал на него суд и суд признал что он лжец факт факт а пора уже заняться прокуратурой это федоров депутата хотел напомнить что недавно уже арестовали одного депутата за нехорошие дела пора заняться федоровым выяснить а за какие он заслуги стал депутатом почему чипис ему передал полномочий к депутатской кресла хотел бы напомнить что федоров не избранный депутат народом а назначенный чиписом провести расследование по чипису там всплывет фамилия федоров проверьте его за что его семья живет куда денежки тратит наш действующий депутат государственной думы поднять всю биографию с ног до главы вот и все а я имею право поспрашивать на нашу власть почему власть позволяет такому депутату много говорить у яхана всегда люблю возвращаться в историческую плоскость никогда не смел какой-то майор или капитан присваивать себе заслуги во времена сталин там жестко каралась посмотрите хотя бы художественные фильмы на эту тематику как приходили боялись доносить плохие вести сталин посмотрите и увидите я считаю что пора вводить на мой идеологию стране и вообще запретить депутатам заниматься блогерством федоров должен не блогерствовать а должен заниматься своими делами вот и все видимо у него много свободного времени хватает на блогерство я считаю федоров не надо верить это не власть его задача голосовать и на и закончики нам писать да знаем что они мы пишем него неважно его задача заниматься законами и голосовать в госдуме они какой-то там бред нести я считаю что депутат евгений федоров присваивают заслуги путина себе со своим нодом это недопустимо я считаю так основываясь на конституция российской федерации я федорова не вине оскорбляю не обвиняю я только подозреваю подозревать я могу каждого ну они же говорят что это заслуга штабов нод значит это уже присваивание частично а я считаю что сделал военную доктрину это заслуга владимира путина и генералов его окружении вот так вот они сама какого-то там непонятного депутата и непонятно каких-то колхозников кстати а почему движение нод не работают а за какие не копейки то но деньги содержат свои семьи пора уже заводить хотел бы напомнить что есть закон сантуниацию пока он не работает пора уже этот закон ну силу как-то вводить вылавливать людей на улице и спрашивать как во времена андропова делалось а почему вы не на рабочих местах и все остальное и сначала штрафовать а потом привлекать к уголовной ответственности я считаю что у нас есть власть у нас есть путина с у президент со своей властью они как-нибудь сами разберутся без сопливых депутатов и движений всяких менять нам военную доктрину не менять это их уже дело нас на это есть профессионалы уверяю вас путин ничего во вред нашей стране не сделает